Всем добрый вечер! В этом часе говорим про туристический бизнес в нашей стране, потому что в июле месяце, на пике сезона, сразу три компании ушли с рынка. Они не объявляли себя банкротами, они заявили о приостановке своей деятельности. Компании разные, работавшие в разных сегментах туристического бизнеса, разные по масштабу своему, но тем не менее, вот фактически каждый уровень туристического бизнеса представил по одной компании, которая не смогла продолжить свою работу. Будем разбираться, что произошло, уникальные случаи, не уникальные, потому что туристические компании и раньше уходили с рынка, но вот так, чтобы три подряд, еще раз повторюсь, из разных сегментов этого рынка, такого еще не было. Итак, у нас в студии исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Майя, здравствуйте! И президент Альянса туристических агентств России Андрей Гаврилов. Андрей, здравствуйте! Добрый вечер! Ну, я просто для слушателей поясню, хотя мы много раз в программе это говорили, еще раз поясню, что туроператор – это тот, кто готовит продукт, производитель продукта, а турагент – это фабрика, а турагент – это тот, кто этот продукт продает, что называется, в розницу, чтобы люди понимали, что наши сегодняшние гости представляют полностью туристический бизнес, и тот, кто продукты готовит, и тот, кто этот продукт продает. Для того, чтобы вы смогли задать вопросы нашим гостям, я напомню наши координаты. Давайте пока в виртуальном режиме будем общаться. 55.33 и слово «Вести» в начале послания – это для ваших смс. И наш сайт в интернете находится по адресу radiovesti.ru. Ну, точка.ru. Но для начала особенности этого сезона, может быть, что-то с сезоном эдакое в этом году, что аж на пике сразу ушли три кампании, Майя? Ну, сезон – один из сложнейших. Рынок пережил за 20 лет своего существования, больше 20 лет своего существования. Два кризисных сезона – это 1998 год и 2009, и ни один из этих кризисных сезонов не сравнится по сложности с тем, что было в 2014 году. Единственный общий параметр – это снижение спроса, снижение потока. Но даже здесь у нас крайне неровная картина. То есть сложность заключается в том, что спрос неровный, нет глубины продаж, есть экономическая рецессия в стране, есть довольно сложные внешнеполитические обстоятельства, которые, безусловно, на туризм влияют. Туризм – очень уязвимая отрасль. И есть определенные проблемы в банковской сфере, которые также не могли не отразиться на туризме. Но когда я говорю, что сезон неровный, это означает, что, например, Турция пользуется повышенным спросом, внутрироссийский продукт пользуется беспрецедентно повышенным спросом, плюс 25% по сравнению с прошлым годом. При этом Европа падает. В спросе. В спросе, да. И всё это на фоне жесточайшей не на жизнь, а на смерть конкуренции в туристическом бизнесе на всех уровнях. Андрей, как это видят турагенты? То, что происходит там, у тех, кто делает продукт? Ну, прежде всего, мне хотелось бы подтвердить слово Майи, но у нас картина общая, скажем так, по всему рынку. Мы не делим там операторов, мы просто смотрели буквально на днях картину общую. И вот если не разбивать на вот сегменты, как сделала Майя, то есть внутренний, там Европа, Турция, то по нашим графикам получается, что спрос в этом сезоне, вот половина сезона, он всё-таки остаётся высоким и остаётся стабильным. То есть вот в целом и в общем вроде как всё... То есть турагентство не чувствует это, и вот тех проблем, которые возникают у туроператоров. Правильно я понимаю? Ну, у нас общий объём продаж есть, да. Если какой-то оператор начинает задерживать бронирование, начинает задерживать подтверждение, то это, конечно, сигнал. Но в настоящий момент таких вот резких каких-то телодвижений мы со стороны туроператоров не ощущаем на себе как агент. Майя, давайте эти три компании, как я сказала, они всё-таки разные, да? Давайте попробуем разобраться в причинах каждой из них, чтобы понимать... Ну, это же тоже своего рода сигнал о том, какие проблемы есть в каждом из сегментов этого рынка, да? Начнём с Невы, одна из старейших компаний, крупнейшая, одна из крупнейших компаний страны. Старейшая, но не крупнейшая. Разве не... Ну, это всё равно очень крупная компания же была Нева. Это очень известный бренд. Это действительно одна из старейших компаний. Ими на слуху абсолютно очень много было рекламы в метро. То есть каждый буквально знал название Нева. Но если смотреть по объёмам, то компания отнюдь не крупнейшая, потому что на момент приостановки деятельности за границей находилось 6,5 тысяч туристов. Ну, для сравнения, у операторов первого эшелона, первой пятёрки, единовременно за границей находятся несколько десятков тысяч туристов, до 100. И совершенно очевидно, что Нева не крупный оператор. Ну, хорошо, средний. Хотя, я бы сказала, один из самых ответственных, потому что компания постаралась и сделала максимально возможную страховку, 454 миллиона рублей. И, в общем, это беспрецедентный объём гарантии на нашем рынке. В связи с чем возникли проблемы у этого туроператора? Может быть, именно из-за того, что объёмов не хватило? И это именно естественный отбор, и компании стало сложно конкурировать с крупными, с очень крупными операторами. Я, на самом деле, никогда сама не пользовалась услугами этого туроператора, но поскольку знакомые пользовались, я примерно понимала уровень цен. И примерно, ну, география стандартная у нас, Турция, Египет. 25 стран. Наши, ну, самые основные, я имею в виду, Турция, Египет. И Нева, по-моему, отличалась тем, что она, по-моему, и Питерская, и Финляндию, по-моему, народ ездил очень активно через Неву. Но дело не в этом. Я к тому, что, поскольку эти основные направления понятны, и ты, когда ищешь путёвки, ты сравниваешь предложения разных туроператоров. И вот мне всегда казалось, что у Невы всегда было чуть ниже рынка. У меня было правильное ощущение? Ну, правильное ощущение, особенно в последнее время. Но это, что называется, вынужденная мера. Это как раз один из наиболее часто используемых инструментов в конкурентной борьбе – снижение цены, чтобы турист пошёл. Но, может быть, в этом случае именно снижение цены, и именно… ну, это не совсем демпинг, это не впрямую, конечно. Это не демпинг. Это не было ниже себестоимости, но, безусловно… Но, тем не менее, с минимальной маржой получается, да? Да, либо без маржи, на очень многих направлениях. Так, может быть, это такой звоночек, что уж проблема у компании? Ну, мы всегда говорили много лет, уже лет пять, мы говорим о том, что если компания предлагает цену ниже, ощутимо ниже среднерыночной, то лучше не бронировать, лучше не покупать такой тур. Но для наших туристов это не упрёк, это просто констатация факта, цена является определяющей. И не только для наших, я думаю, на самом деле, туристов? Ну, не совсем так, всё-таки не совсем так. Ну, я знаю, например, в Германии тоже же безумно борются за клиенты, и там иногда, когда смотришь рекламу, которая идёт в Германии, сколько стоит тур в ту же страну, в которую ездят российские туристы, то ты понимаешь, что они ездят за сущие копейки просто, там какие-то смешные цены. Там это объективно дешевле. За счёт чего? Ну, на самом деле, всё очень просто. Да, наш рынок существует 20 лет, немецкие туроператоры работают с поставщиками услуг на протяжении десятилетий. И, естественно, оптовая цена закупки для них по определению ниже. Плюс всё сообщение транспортное внутри Европы или даже из Европы в экзотические дальние страны, это тоже дешевле обходится, чем если лететь из России. Потому что себестоимость этого продукта, в данном случае авиационного, она тоже ниже. То есть туризм же – это очень сложный бизнес. Плюс там социальные очень серьёзные пакеты в Германии, когда в течение рабочей жизни каждый работник отчисляет достаточно большие деньги на социальные выплаты. И потом за счёт этих средств в том числе они ездят отдыхать. Поэтому большую нагрузку берёт на себя именно социальная часть. Нет, ну я в данном случае говорю про цены, которые предлагают на рынке для людей, которые могут даже не быть гражданами Германии. Нет, Майя, вы объяснили, что это долгое, как бы это своего рода зарабатывание репутации. Конечно, это просто долгая история взаимоотношений. Ну хотя 20 лет, извините, это тоже довольно много, согласитесь. Ну 20 лет – это вообще немного. Это совсем немного для рынка, который начинался практически с нуля. С нуля. Это абсолютно точно. Это вообще ничего. Если так говорить, то туристическому рынку в Европе и в мире больше 100 лет. По сравнению с этим 20 лет. Следующий, да. С него примерно поняли, что не выдержали конкуренции, то есть даже опускание цен, то есть демпинговать, видимо, не стали. Им не хотелось, да, потому что компания… Да, и они поэтому решили присоновидеть деятельность. И в данном случае вы считаете, что это правильно. Следующая компания, Роза Ветров Мир, она меньше по масштабу, чем у него. Значительно. В общей сложности 700 человек, включая туры, проданные до Нового года. То есть совсем крошка. Но туроператор, вопрос, туроператор, сейчас повторю, фабрика может быть такой маленькой, туристической? Почему нет? Это нормально. Почему? Да. У нас почему-то считается, что если фабрика, так обязательно как… Но если такая, по сравнению с ней, крупная компания, как ни вам, не могла конкурировать с такими крупными компаниями, российскими, реально крупными, то что же там крошкам-то таким делать? Им еще тяжелее. Угу. То есть у них проблемы те же самые ровно, то же самое конкуренция, или еще какие-то превходящие моменты были? Совокупность факторов. Вот все внешние обстоятельства рыночные, да, то, что мы говорили, если оператор работает на европейских направлениях, то ему очень тяжело в этом году. Очень тяжело. И внутренний фактор – это конкуренция. То есть нельзя сказать, что только конкуренция их добила. Конкуренция была всегда, да, последние, после 2009 года, последние 5 лет, она с каждым годом все жестче и жестче. Это и есть показатели естественного отбора. Но еще и дополнительные факторы, характерные только для этого года, они оказались просто решающими и фатальными для ряда компаний. И я так понимаю, но Экспо Тур – это еще, ну она примерно такая же, видимо, как Роза Ветров Мир, но единственное, она была какая-то такая нишевая компания, да, Экспо Тур? Локальная, да, локальная. Во-первых, она была только в Питере, и кроме того, у нее были довольно узкие, очень узкая линейка продуктов. Да, да. И они на чем погорели? Ну, их заявление, что они погорели на круизе, на который возлагали… Это странно изменило маршрут, да. Да, на который возлагали большие надежды, вложили большие деньги, и продукт оказался… Не востребован. Ну, и они не смогли его. В видоизмененном виде он был непродаваемый, надо было возвращать деньги, и, соответственно, это оказалось последней каплей. Но понятно, что если нет на протяжении какого-то периода финансовых дыр и проблем, то не выстреливший один продукт не может стать фатальным, да, окончательным для компании. Ну, понятно, что были какие-то проблемы в течение предыдущих лет. Андрей, а турагентство с кем предпочитают работать? Вот мы разобрали три компании, они все разные. Вот это все представляет разный сектор туристического бизнеса. Турагентство как выбирает компанию, с которой он работает? Понятно, что турагент не работает, как правило, с одной компанией, хотя бывают и такие случаи. Как правило, у него некий набор туроператоров, с которыми они работают. Как выбирает турагентство вот этих своих контрагентов-то основных? Ну, здесь нужно отметить, прежде всего, что наши крупнейшие члены альянса, это крупнейшие сети, которые работают на рынке тоже уже далеко не первый год, а, скажем так, кто-то по 15 лет, кто-то больше. И, естественно, агентский рынок и операторский друг друга, естественно, давно знают. И поэтому сложившиеся за эти годы отношения с основными игроками туроператорского сегмента, они уже проверены тоже, так сказать, и в бою, и, что называется, в работе будничной и так далее. Нет, Андрей, ну вот как раз рынок турагентств, он меняется гораздо резче, чем рынок туроператоров, потому что, когда были кризисные периоды, турагенты многие просто банкротились и уходили с рынка, появлялись новые. Вот когда приходит новый игрок-турагент, вот человек открывает турагентство. Ведь многие считают, что турбизнесы так классно. По сей день почему-то так считают. Я говорю, и сам поедешь, и друзей отправишь, и бизнесом заодно займёшься. Вот когда приходит новый игрок, я ещё раз повторяю, открывает турагентство, то бишь магазин. Они как себе поставщиков выбирают? По каким критериям? Ну, прежде всего, ещё раз вернусь, конечно, мы открыты для вступления в альянсы маленьких и новых агентств. Если мы говорим вообще, в принципе, то есть я сказал о том, как работают на рынке члены альянса. Ну, это понятно, да. А что касается малых новых агентств, естественно, они смотрят прежде всего известность туроператора бренда, потому что когда турист приходит в агентство и говорит, я хочу в Турцию, а какого туроператора этот продукт делает, если он слышит известное название, то, естественно, к этому продукту доверие больше, и покупатель более охотно его берёт, первое. Второе. Смотрится, конечно, цена. Да. И вот эти две вещи зачастую не совпадают. Иногда бывает, было у нас так на агентском рынке, что кто-то продаётся там со 50-процентной скидкой, собирает деньги, закрывает дверь и уходит. Такие случаи, к сожалению, были. Вы сейчас говорите про турагентство. Да. Турагентство тоже, к сожалению, такие ситуации случались. Страдали, да, с таким. Вот. Поэтому, конечно, вот бренд, что мы скажем так, и стоимость продукта. Вот эти две вещи, значит, на которые в первую очередь обращает клиент. И отсюда агентство выстраивает свою политику в отношении взаимодействия с туроператорами. И в этой ситуации эти турагентства подскальзываются на компании «Нева». Бренд известный, цены ниже, чем остальных. Человек покупает тур и получает то, что он получает. В последние годы, в последнее время, как отмечают коллеги, «Нева» стала в основном не через сети, а она сама занималась реализацией продуктов. То есть, фактически… В случае, она турагентство никого не подвела. Ну, фактически, да. У них были свои агентства, работающие под именем. Да, у них свои были точки продаж. То есть, фактически, московские офисы работали как агентство, и в Питере они тоже реализовывали это сами. То есть, в данном случае мы даже не ощущали, так сказать, на себе какое-то недовольство туристов. Мы сейчас чуть-чуть отвлечемся, потому что есть сегодняшнее сообщение о том, что авиакомпания «Оренбургская авиалиния» отменила 36 чартерных рейсов, ранее заказанных, но не оплаченных туроператорам «Идеал Тур». Означает ли это, что август месяц начнется с объявлением о том, что компания «Идеал Тур» тоже приостанавливает свою деятельность? Майя, что про это знаете? Это пока неизвестно, что объявит «Идеал Тур», но на самом деле такое заявление перевозчиков в пятницу вечером, накануне выходных, когда осуществляется самый большой объем заездов, без предупреждения, без попыток договориться или хотя бы предупредить партнеров, потому что «Идеал Тур» – это просто заказчик рейса. На этих рейсах сидит еще минимум 20 операторов. Это беспрецедентно, но такое даже враг не сделает. А чем вы это объясняете? Вот такое поведение оренбургских авиалиний, может быть, у них терпение уже закончилось, и они до этого пытались как-то договариваться с «Идеал Туром»? Откровенно говоря, терпение должно было закончиться давно, еще, наверное, в начале сезона можно было как-то сказать, что, ребята, если вы не погасите задолженности, потому что понятно, что речь идет о задолженности. А в «Коммерсанте» была публикация в середине июля. Задолженность там больше миллиарда рублей. Она накопилась не за месяц и не за два. И если перевозчик позволяет копить такую задолженность, то он, собственно, должен дать возможное, должен позволить партнерам найти хотя бы альтернативу. Ну, либо не заключать с ними договор в начале сезона. Либо не заключать договор, я не знаю, какой угодно выход, но сейчас просто из-за споры двух хозяйствующих субъектов, из-за очень немаленькой суммы, могут пострадать действительно десятки тысяч туристов. Но 26 рейсов мы можем себе представить, это действительно несколько тысяч. Что будет? Фактически май. Вот ваш прогноз. Говорят о том, что «Идеал Тур» – это 24 туристических направления. Да, это 24 туристических направления, это 24 города вылета только в Грецию. Там много направлений, там и Турция, ежедневные рейсы, и Египет, и Черногория. Мы написали открытое письмо, как только мы получили эту информацию, мы обратились в Минтранс, в Аэрофлот, дочерней компании, которая является Оренбургской авиалинией, в Ростуризм с просьбой отсрочить это решение хотя бы до понедельника, собрать всех участников, всех блочников и проговорить с ними варианты решения, потому что невозможно вот так сходу за несколько часов решить этот вопрос, тем более, что завтра не банковский день. И тем более, что завтра и послезавтра основные дни вылета. Основные дни вылета на всех популярных направлениях. Если я не ошибаюсь, я так могу предположить, что «Идеал Тур», видимо, был основным, кто этот чартер поднимает. Да, это был заказчик рейсов, да. А дальше у него брали блоки мест, покупали блоки мест, самолёты, разные туроператоры. Строго говоря, можно же, наверное, было, скажем так, коллег «Идеал Тура» собрать и сказать, «Ребят, вот тут «Идеал Тур» не платит, типа, скиньтесь, не скиньтесь, как бы давайте эту проблему решим». Безусловно. Почему таким путём компания не пошла? Я имею в виду авиаперевозчиков. Я боюсь, что это вопрос риторический, потому что просто всех поставили перед фактом. Нас просили ведомства, соответствующие регуляторы, нас попросили оповестить по возможности всех агентств и операторов, чтобы люди не ехали в аэропорт на те рейсы, которые отменены. Это сегодня вас попросили? Это сегодня, за полчаса до эфира. И, соответственно, люди сейчас получают смс-ки, что, типа, отдыха вам не видать. Вот примерно так. Если бы мы обладали базой всех этих... Нет, я не веду по возможности. ...приедом 12 тысяч туристов, мы бы, безусловно, эту рассылку бы сделали. Те возможности, которые у нас есть, они, увы, не безграничны. Ну, кто-то сейчас нас услышал. Я надеюсь. Я думаю, что дальше... Список рейсов с номерами рейсов, которые не вылетят завтра и воскресенье, они есть на сайте Ростуризма и на нашем сайте будут опубликованы через какое-то время. Но правильно ли я понимаю, что по законодательству, когда возникают подобные вещи, и, например, даже авиакомпания прекращает работу с туристической компанией, она не обязана по закону ни с кем это согласовывать. Она просто принимает единоличные решения руководства компании. И всех действительно, как вы сказали, ставят перед фактом. Или всё-таки прописана некая процедура, потому что это решение, не знаю, там, нескольких человек, там, руководства компании, ставит под удар действительно очень многих людей. Нет, в законе никаких пунктов, касающихся договорных отношений двух субъектов, естественно, нет. Это вопрос деловой этики, на самом деле. Ну, может быть, мы сейчас вот перед эфиром с Майей обсуждали, возможно, всё равно какие-то нормативные правовые акты нужно будет разрабатывать, потому что это безобразие. Абсолютно. А как говорили, вот первое, что пришло в голову, некий регламент взаимодействия вот по перевозчику. Подобных ситуаций. Да, там не только ведь с авиакомпаниями, со страховыми компаниями, тоже, вы знаете, у нас сейчас происходит вот этот отзыв лицензии у восхождения. Это, наверное, тоже нуждается в неком, так сказать, регулировании. Пусть это на уровне, так сказать, федеральных агентств или на уровне туроператоров и авиаперевозчиков. То есть здесь нужно, не откладывая, как говорится, в долгий ящик, нужно продумывать эти вещи, потому что мы, конечно, запустили этот вопрос. Ну, потому что получается так, что действительно есть огромное количество в том числе и регулирующих органов, но при этом всё равно туристической компании, компания-перевозчик, например, они всё равно работают один, что называется, только исключительно друг с другом. И всё. Как вы сказали, вот исключительно спор хозяйствующих субъектов. И я повторяю, при огромном количестве ассоциаций и министерств, и ведомств. Вот так получается. Министерства и ведомства у нас ограничены, потому что в Минэкономразвитии существует специальный департамент уже лет 5, наверное, департамент оценки регулирующего воздействия, который теоретически против того, чтобы ведомства и министерства, то есть лишние какие-то давления... Но получается, что, ещё раз повторяю, институты есть, но при этом всё равно в бизнесе, контрагенты исключительно друг с другом общаются. И всё. Это вы знаете, когда всё время бьётся машина на каком-то участке дороги, и все винят водителя, говорят, что водитель не умеет водить, а надо просто дорогу починить, потому что по этой дороге по-другому не проедешь. Я напоминаю, что у нас в студии исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майла Мидзе и президент Альянса туристических агентств России Андрей Гаврилов. Мы сейчас должны будем прерваться, как обычно в это время. Свои вопросы, пожалуйста, отправляйте на наш короткий номер 5533, не забывая слово «Вести» в начале послания, это смс, как вы поняли. И сайт наш в интернете находится по адресу radiovesti.ru. Мы сейчас перервёмся, затем продолжим. Напоминаю, что говорим о туристическом бизнесе в России в студии исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майла Мидзе и президент Альянса туристических агентств России Андрей Гаврилов. Наши контакты 5533, слово «Вести» в начале послания, это для ваших смс. Наш сайт в интернете находится по адресу radiovesti.ru. Закончили мы идеал-туром. Я даже не знаю, как вопрос задавать, кто-то услышит что-то, надеюсь, услышит, и люди не поедут в аэропорт. И тут возникает вопрос, им что, сразу идти в страховую компанию или им идти в идеал-тур? Что им делать? Вот тем, кто завтра будет томиться в аэропорту, не услышав нашу сегодняшнюю программу. Ну, прежде всего, какие-то рейсы на завтра оплачены, поэтому всё равно надо свериться с номерами рейсов. То есть не всё так безнадёжно. Чтобы не пропустить свой рейс, и какие-то рейсы на завтра оплачены. Поэтому это важно, посмотреть номер рейса, который не взлетит завтра. Что касается того, что делать, в страховую компанию ехать бесполезно, потому что оператор и идеал-тур, он не объявлял о приостановке деятельности. Это решение перевозчика. То есть получается, что это... Такого ещё не было. У нас в этом году много чего ещё не было. Вот такого у нас ещё не было. Правильно ли я понимаю, что завтра те, кто приедут в аэропорт, их рейсы отменены, они это увидят, они там сядут, представители компании будут говорить, вот мы не знаем, перевозчик не везёт. Представители компании постараются найти какую-то альтернативу, но, скорее всего, людям придётся, возможно, доплачивать. Кто-то из операторов, насколько я знаю, уже подстраховался и оплатил другие рейсы. Из тех, кто должен был лететь этими рейсами. Да, 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 чтобы люди не пострадали. Но это ещё один дополнительный ущерб в очень сложный, непростой сезон для туроператора, когда буквально каждая копейка важна, и каждый турист тоже важен, и оператор берёт на себя эти риски. В данном случае вы говорите об операторах, которые фактически просто купили блоки мест в этом чартере. Да, и они эти блоки оплатили. Конечно, безусловно. Но тогда возникает вопрос к ответственности хозяев идеалтура. Ребята, если вы знаете, что у вас такие долги, что, что называется, ваш договор с авиакомпанией висит на неточке, которая может оборваться в любой момент, почему вы ничего не предпринимаете? Это, безусловно, ответственность двух сторон. Перевозчика и заказчика рейсов. Безусловно. Тем более, что вы действительно, вы поднимаете чартер. Ну и должны были прогарантировать как-то оплату. Абсолютно. На самом деле, перевозчик, который терпит долг полтора миллиарда или даже больше с начала сезона, это тоже вызывает вопросы. Вызывает вопросов много. Никто не заставляет работать в долг. Это не требуется. Более того. А как, кстати, вот это выстраивает соотношение туристических компаний и контрагентов, авиаперевозчиков, отельеров, я не знаю, там, трансферы же тоже, видимо, определенные структуры занимаются, конечно, на той территории. Мы сейчас говорим про заграницу, про зарубежные выезжения. Как это выстраивается? Когда говорят о том, что туристы приезжают, а отель не оплачен, ведь турист, он должен как минимум за две недели заплатить все деньги. Вопрос. Почему туристическая компания накапливает некий долг и платит после появления там туристов некоторой компании, а не до того? С чем это связано? И насколько широко распространена подобная практика? Подавляющее большинство компаний, операторов российских платят до, выкупают заранее и платят до. То есть есть исключения, безусловно, есть исключения. И это как раз те компании, которые, скорее всего, в процессе этого естественного отбора, который мы наблюдаем, весьма драматический процесс, между прочим, вот они могут, скорее всего, не выжить. Но правило предоплата. А как это узнать? Вот, Андрей, например, турагентство вот в этой ситуации, когда сложно, уже поскользнулись уже несколько компаний. Более того, это же случаи были всегда. Все компании, которые уходили с рынка, все начиналось с того, что людей не заселяли в отеле и говорили о том, что ваши отели не оплачены. То есть это не ситуация сегодняшнего сезона. Вот наученные тем опытом туристические агентства, они пытаются у туроператоров узнать, вы как платите заранее или там потом. Вот такую информацию пытаются добыть турагентство? Ну, вообще, если брать историю вопроса, ведь действительно, моя совершенно права, есть два крайних варианта. То есть 100% предоплата, то есть агент платит туроператору, туроператор платит гостиницу и перевозчику. Это, так сказать, одна точка. И вторая, когда в качестве исключения, ну, такие исключения бывают, и они, конечно, тоже вызывают вопрос, когда гостиница согласна получить деньги от туроператора через 30 дней после выезда туристов из отеля. Вот это вторая крайняя ситуация. И в этом случае... То есть турагентов это не напрягает? Да. Турагенты в данном случае, что они? Они приняли деньги, и как можно скорее они должны эти деньги отдать туроператору. То есть тем самым выполнить свои, так сказать, все обязательства по агентскому договору и перед туристами, значит, по заключению оформления документов. Как дальше идёт... Кстати, вот в некоторых европейских странах агенты перечисляют туроператорам деньги после возвращения туристов домой. Есть такая практика, но мы её, конечно, сейчас не используем, потому что... кредиты взять же невозможно за дёшево. Нет, у нас это не... Это абсолютно несоответствие практики делового оборота в России. У нас так не принято. Вот, поэтому мы передали, передали, когда начинается... И, к сожалению, агентства начинают ощущать какие-то вопросы, когда уже что-то случается. То есть... Ну, вопрос-то у меня был, интересуется ли турагент у туроператора. Ребят, а вы как гостиницу оплачиваете до заезда туристов или после? Такие вопросы не задаются? Ну, во-первых, существует... Совершенно правильно. И существует взаимоотношение. То есть это отношение туроператора с гостиницами, это как бы не является в рамках деловой этики. Кому он платит и как он платит. То есть это такая как бы корпоративная информация, внутри корпоративная, и поэтому об этом не принято спрашивать. Агент, безусловно, спросить может, но оператор имеет право не ответить. Вот в том-то и дело. Ну, с другой стороны, это же тоже может быть неким решающим фактором на рынке, что если я общаюсь с туроператором, задаю ему вопрос, который волнует всех, а на котором уже многие поскальзывались, а туроператор мне говорит, да, не твое тип, а твое дело... Нет, туроператор скажет, вы не волнуетесь, с вашими клиентами и всё будет нормально. Он просто может не раскрывать подробности, не посылает сразу далеко и надолго своего партнёра-агента. Ну, ещё раз повторяю, если один говорит, что это типа наша коммерческая тайна, а другой туроператор говорит, да, у нас авансовые платежи. То есть, может быть, тогда турагент просто выберет того, который сказал, да, у нас авансовые платежи. Ну, мы в своё время уже... И те, которые это скрывают, будут как-то либо уходить с рынка, либо менять своё поведение. Здесь вопрос взаимного доверия, безусловно. Мы с Майей уже в начале года обсуждали, наше предложение было такой типовой агентский договор между туроператором и турагентом, ввести его в деловую практику. И там как раз прописать те вопросы, которые могут агент задать оператору, и оператор обязуется на них ответить. Вот в таком типовом договоре мы попытались заложить, но, к сожалению, уже сезон начался, мы подтверждаем ещё раз свою готовность. И нам кажется, вот эти все суды в пользу операторов или в пользу агентов, которые считают коллеги несправедливыми в отношении того и другого сегмента, можно было бы урегулировать, как раз используя такой грамотный договор. И, кстати, туда же можно было бы какие-то вещи включить по согласию сторон. Опять же, это взаимодействие с двух хозяйствами студентов. Если они договорились информировать друг друга о балансовых платежах или просроченных платежах, или ещё о чём-то, вот здесь, ну, это уже добросовестный бизнес. Абсолютно, да. Уже где-то это вот уже из этой сферы, о чём сказала Майя, что это деловая практика, которая должна быть на более высоком уровне деловой культуры. Теперь вопрос от нашего слушателя. Вернут ли деньги страховой компании «Возрождение» заплаченные за турни и выполненные Невой документы подали. Это вопрос не к нам, это вопрос о страховой компании. Несмотря на приостановку действия лицензии эту страховую компанию, никто от обязательств не освобождал. И сейчас, насколько я знаю, идёт сбор заявлений, и глава Федерального агентства по туризму даже проводил специальную пресс-конференцию после встречи с руководством «Восхождение». Правда, это было до отзыва лицензии. И, в общем, довольно обнадёживающие были заявления на этой пресс-конференции сделаны. Поэтому нам сказать сложно. Сбор заявлений идёт. Если я не ошибаюсь, там, по-моему, им запрещено как бы новые договоры заключать, а по-старому они должны нести ответственность. Но тогда ещё, знаете, вопрос возникает, а почему такой долгий срок 30 дней по возврату денег? Вот компания приостановила свою деятельность. Понятно, что человек уже не поехал в отпуск, и он ещё должен месяц ждать возвращения денег, хотя, если бы это всё было быстрее, он, может быть, успел бы всё-таки куда-то съездить отдохнуть. Нет, ну тут, вы знаете, очень сложно к этому сроку придраться. Странно, что 30 дней, а не 90, потому что, во-первых, всё зависит от количества туристов, которые не поехали. И процедура следующая, что все эти туристы собирают документы, подают страховую компанию, отводится определённый срок, чтобы все туристы подали. Потом страховая компания все поступившие заявления анализирует. Где-то неполный пакет документов, где-то нет подтверждения платежа и так далее, и так далее. То есть это тоже занимает время. После этого выносится решение о том, что выплата будет произведена. И дальше ещё определённое, правда, уже значительно меньшее время на сами выплаты. И если количество туристов не 500, 600, не 1000 человек, а в случае с него это 17 тысяч, да, до Нового года, то, естественно, сбор заявлений и затем анализ этих полученных заявлений точно займёт больше 30 дней. Плюс ещё я хотел добавить, когда эту норму прописывали в закон, я имею в виду срок рассмотрения, ведь эта норма действует на тех туристов, которые и не уехали, и тех, которые не получили необходимого перечня услуг, уже находясь за границей. И если турист хочет, допустим, 21 день он взял путёвку, и если он доплатит и хочет всё-таки отдохнуть, потому что отпуск, и только по возвращению он будет иметь возможность обратиться в страховую и оформить все необходимые документы. Именно учитывались и те туристы, которые уже находились на воде. Вопрос следующий. Покупая франшизу Коралл Тревел, в свете последних событий начал переживать. Что можете сказать и спрогнозировать? Коралл Тревел относится как раз к числу тех крупных компаний, у которых диверсифицированный бизнес, у которых очень много точек опоры и серьёзная подушка безопасности, я бы так сказала. Поэтому, как уже говорилось, идёт процесс естественного отбора, и в лучшем положении оказываются очень крупные компании и очень мелкие, совсем нишевые, которые не берут блоков, не выкупают места в гостиницах, работают под запрос. Вот эти две категории, они сейчас в наиболее выгодном положении на рынке. И, соответственно, Коралл Тревел относится к первой категории. Ну, в то же время, если говорить о франшизе, если вопрос касался франшизы, то есть у нас, наверное, Коралл Тревел одно из туроператоров, который активно развивает свою агентскую сеть. Здесь много спорных вопросов, насколько розница сочетается с производством, насколько она эффективно может работать. У нас этот путь уже проходили многие, развивая свои собственные розничные сети, и не всегда они были успешными. И дай бог, чтобы у Коралла это получилось, но здесь нужно смотреть, потому что все-таки туроператорский бизнес и агентский разные вещи. Ну, не пугаем, тем не менее, вот моя пока оптимистична. У Коралла, да, уже получилось, да. Напоминаю, что в студии Майла Амидзе Андрей Гаврилов, сейчас мы должны прерваться, затем продолжим. Напоминаю, что мы говорим о туристическом бизнесе в России, у нас в студии исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майла Амидзе и президент Альянса туристических агентств в России Андрей Гаврилов. И наши контакты 5533, слово «Вести» в начале послания, это для ваших смс. Наш сайт в интернете находится по адресу радиовести.ру. Давайте про страхование рисков, рисков, которые может понести турист, отдыхающий. Вот мы только что говорили про идеал тур, мы говорили про него, говорили про все другие компании. И в публикациях, которые были в эти дни, некоторые эксперты говорят, что самое разумное – это страхование каждого проданного тура. Ну вот как медицинское страхование или ОСАГО. То есть при покупке тура турист сразу выписывается, получает страховку от неисполнения со стороны туроператора или авиакомпании своих обязательств. И при таком раскладе все проблемы с компенсацией пострадавшим туристам решала бы страховая компания. Как вам такое предложение, Май? Как вы переглянулись, так, я поняла. Сейчас будем монетку бросать, кто первый будет отвечать. На самом деле это, как сказать, все то же самое, вид сбоку. Почему? Ну, потому что можно оформить тот же капитал-тур, например, он застраховал себя от банкротства, и каждому туристу выдавался страховой полис от банкротства туроператора. Но это немножко другое. Это была страховка каждого тура от банкротства туроператора. Каждому туристу выдавался такой полис. Но эти полисы были ровно так же не оплачены, как... А что было написано в этих полисах? Что турист имеет право на получение полной стоимости в случае банкротства туроператора. То есть, кроме финансового двойная защита, это был... Это был рекламный ход. Это был рекламный ход. Турист имел на руках эти полисы. Никто ничего не получил. То есть, совсем ничего. Но мы сейчас говорим... Это просто форма. Понимаете, финансовая гарантия, это по сути страхование той же каждой поездки, только оптом и сразу. Вот именно, что оптом и сразу. А потому и получается, что страховая компания ждет, пока все принесут свои документы и проверяет скопом все документы, которые уже принесены. Когда это идет страховка индивидуальная, компания должна... Нет. Естественно, Майя, мы говорим о том, что это как бы вот... Турист оплачивает тур и получает вот эту страховку индивидуальную. И он не звонит в турпомощь и даже не звонит в свою компанию, а он сразу приходит в туристическую компанию. Туристическая компания уже сейчас должна им заниматься. А не тогда, когда соберутся все. Не туристическая, а страховая. Прочти, я говорила, страховая компания. Может быть, действительно пойти по этому пути? И тут выясняется, он приходит, допустим, допустим, все это есть. Приходит турист с этим полисом на руках в страховую компанию и говорит, мне полагается. Страховая компания говорит, ваша страховка не оплачена. Вам ничего не полагается. Вы имеете в виду, не оплачена туристической компанией? Конечно. Вот вы про это говорите. Конечно. Не вопрос. Мы вводим такое понятие, что здесь прикладывается банковская квитанция, что это все оплачено. Можно же и так дыры закрывать от туристической компании. Нет, давайте к представителю агентства обратимся. Андрей, да. Ну, на самом деле, этот вопрос о страховании каждой путёвки, он не нов. Он уже обсуждается с 2007 года, как только вышла вторая редакция закона, где вводилась финансовая ответственность. Действующая редакция, то есть формулировка закона по всем договорам о реализации турпродукта, туроператор отвечает, и страховая его страхует. А все – это означает каждый. Другой вопрос. Взаимоотношения мы уже и касались туроператора и страховщика. Вот как они будут между собой рассчитываться оптом ли, в розницу ли, предоплатой, авансовыми платежами, депозитами – это уже их взаимоотношения. Возможно, они найдут. Но сегодняшняя практика, она такова, что каждый оптом, как вы говорите, и потом позже или раньше, но опять же в том же договоре страхования, в правилах страхования Всероссийский союз страховщиков может посмотреть эти моменты и учесть, и будет вам хоть каждая путёвка и каждый квиточек. Но я бы не могла... Но пока этого нет, просто это... Пока его нет. А что касается агентств, кстати, это действительно такая достаточно трудная вещь, потому что каждому, чтобы агентство тогда, страховую компанию имело напрямую взаимоотношения. Понимаете? А это не получается. А это в данном случае перетягощает механизм и учёт... Послушайте, ну сделали же медицинские страховки индивидуальные. Ну их же сделали. Вот ввели правило, что обязательно при выйдя за рубеж в турпакете должна быть медицинская страховка. И я не помню случаев, что кто-то сказал, у вас медицинская страховка не оплачена. Почему нельзя сделать то же самое? Страхование ответственности турагента или туроператора. Почему? Медицинские страховки не оплачены, такое тоже бывало? Ну, наверное. Крайно говоря, да? И там совершенно другой механизм. Но медицинская страховка – это как бы полностью ответственность страховой компании и ассистанс компании медицинских учреждений. Но это всё равно всё делает туроператор. Это всё равно всё делает туроператор. Они клиент сам. Это не делает туроператор. Туроператор здесь как посредническое звено. Либо агент, либо оператор. Он просто передает этот полис. Правильно. Я про это и говорю, что они... Без чека, потому что они тоже оплачиваются... Потом. Это продукт страховой компании. Нет, вы меня не услышали. Здесь не идет сам потребитель в страховую компанию. Это все равно делает посредник. Почему ровно так же нельзя застраховать риск каждого конкретного потребителя? Я только про это спрашиваю. Я поняла. Сложно. Ладно. Вопрос сложный. Хорошо. Следующий момент. Опять же, многие эксперты утверждают, что те проблемы, которые возникают, они связаны с тем, что компании не очень диверсифицируют свою работу и свои направления. Кстати, вы тоже об этом сказали, что больше всего восказнулись те, у кого был выездной туризм. И эксперты говорят, ребят, давайте все-таки стоять на нескольких опорах и обращать большое внимание на внутренний туризм и развивать его параллельно с зарубежным. То есть что в одной компании, крупный туроператор, у него должно быть как зарубежное направление, так и внутреннее. И тогда эти риски, они перебрасываются. Если у вас иссяк поток на зарубеж, вы тоже переключаетесь на внутренний туризм. Почему этим не занимаются? Почему занимаются? Занимаются? Но не все. Но не все. А с чем это связано? Вот трудно работать на внутреннем рынке? На внутреннем рынке сложнее работать, откровенно говоря, сложнее. Здесь поточный продукт такой, который возможен на массовых выездных направлениях, он с трудом формируется, потому что цены выше по-любому у нас. У нас внутри. Да, даже объекты размещения, которые как бы вовлечены в туристический бизнес на протяжении уже многих лет, все равно они не вполне понимают, что не надо перевозка дорогая. Объекты размещения, например, до сих пор они могут начать переманивать туриста, которого привез туроператор, говорит, вы на следующий год приезжайте ко мне без туроператора, я вам скидку дам 25%. И так далее. То есть у нас пока внутренний рынок до оптовых закупок услуг еще не дорос. Именно поставщики услуг внутри рынка. То есть мы опять говорим об условиях ведения бизнеса и о добросовестности ведения бизнеса. Мы опять возвращаемся к этой теме. В том случае я имею в виду внутренних отельеров. Да, отельеры и перевозка дорогая, чартеров у нас нет, потому что это очень дорого получается. И поезд у нас невозможно арендовать, потому что у нас очень много по стране передвигаются на поездах. И это тоже очень сложно. То есть очень много проблем, которые мешают созданию поточного продукта, то, что делает туроператор. Это сложно. Но, тем не менее, компания уже звучала сегодня, одна из крупнейших компаний, она вышла на внутренний рынок. Она делает пакеты, такие же, как на выезде. И очень коротко такой вопрос от нашего слушателя. Есть ли в бывших советских странах нормальный пляжный отдых на Каспии, на Черном море? Нормальный, в смысле, всё включено, закрытые территории, и персонал не местные аборигены, а хотя бы условные вьетнамцы-фиджийцы. Вот такие вот требования. Кто что знает? У нас на бывшего Советского Союза? Да. Ну, подожди, Каспий, на самом деле, и Черное море, это либо мы, и Азербайджан, насколько я понимаю. Ну, Дагестан там. Ну, Дагестан-то мы, опять же. Грузия. Ну, Грузия, да. Кстати говоря, да. Но нет такого. Нет такого. Увы, увы. Надеюсь, что встретимся в следующий раз и про курорты поговорим внутренне, а не про те проблемы, которые есть в турбизнесе. А сейчас я благодарю наших гостей.